Человек-изобретающий представляет цикл новелл онлайн. Здравствуйте, друзья! В Париже около 130 музеев, среди которых такие гранды, как Лувр, Орсе и Музей естественной истории. Сегодня мы посетим первый в мире технический музей, чьи коллекции поражают разнообразием и вдохновенностью исполнения. А название сегодняшней встречи необычное. Консерватория. 1794 год был одним из самых тяжелых в истории Франции. Сплошные казни. Среди жертв Дантон, Демулен, через считанные месяцы их палачи, в том числе Робеспьер, Сен-Джуст. А на протяжении всего года страна переживала не только гражданскую войну, но и конфликт с европейскими монархиями. И несмотря на весь происходящий ужас, несколько просвещенных умов выступили в поддержку технического прогресса и промышленности. Один из них – гуманист Аббад Анри Грегуар, который предложил, как он сам говорил, способы совершенствования национальной промышленности, создания консерватории искусств и ремесел, где соберутся все новые инструменты и машины, изобретенные и усовершенствованные, и образцы всех искусств, цель которых – кормить, одевать и укрывать. В Париже одно с другим в октябре 1794-го открылись три высших учебных заведения. Политехническая школа, Высшая нормальная школа и Национальная консерватория искусств и ремесел. Вообще-то консерватория – изобретение итальянское. Вначале они были просто убежищами, нередко при больницах, хоспедале или приютами для детей-сирот. Таких сирот называли консервати, спасенными. Детей в консерваториях, помимо практической, то есть хоровой церковной музыки, обучали разным ремеслам, тогда как в средневековых университетах музыку изучали как предмет чисто теоретический, наподобие математики. Те учебные заведения, где обучают только музыке, так и стали называть. Консерватория музыки и танца, как, например, Париж. Спустя четыре года после учреждения консерватории в аббатстве Сен-Мартен-де-Шан, по-русски святого Мартина в полях, было решено открыть консерваторский музей, как провозгласил аббат Грегор, для изучения и сохранения консервати, машин и инструментов, чертежей и моделей, книг и различной документации всех существующих искусств и ремесел. Увы, пострадавшее во время революции средневековое здание аббатства требовало значительного ремонта. И в полной гармонии с будущим его предназначением в ремонте сразу пришлось применить научно-технические познания. Технологию восстановления ответственности стен, то есть их перпендикулярности полу, предложил известный механик-изобретатель и первый директор консерватории Клод Пьер Малар, придумавший специальную машину для сверления отверстий в толстых стенах аббатства. Из книги «Физика на каждом шагу» популяризатора Якова Перельмана. Малар пропустил через стены два ряда болтов, а снаружи прижал к ним якоря посредством прочных гаев. Когда это было исполнено, на очагах под нижним рядом болтов был разведен огонь. Болты нагрелись и удлинились. В этом положении болты выступили из стен наружу более, чем прежде, а следовать на гайки могли быть снова навинчены вплотную. Это довинчивание гаек и составило работу первого утра. Когда погасили огонь, болты охладились и укоротились. А стены строения сблизились настолько же, насколько стянулись болты. Такая работа продолжалась часа два каждое утро до тех пор, пока цель была достигнута. Стены подтянуты, потом исправили и фундамент. Консерваторский музей сегодня это около 80 тысяч предметов и 15 тысяч рисунков. Здесь много интереснейших первоисточников, оригиналов собретений, перевернувших мир. Остановимся лишь на нескольких. Один из главных, завораживающих экспонатов, расположенный именно там, где начиналась вся музейная история под сводами церкви. Маятник Фуко. И тут я увидел маятник. Шар, висящий на долгой нити, опущенной с вольты хора, в изохронном величии описывал колебания. С этой фразы и в этом месте начинается известный роман Умберто Эко. На самом деле, здесь речь идет об одной из самых красивых, наглядных демонстраций вращения Земли вокруг собственной оси, впервые состоявшейся ровно 170 лет назад, благодаря французскому ученому Леону Фуко. Если бы Земля не вращалась вокруг собственной оси, колебания маятника происходили бы в одной и той же плоскости, и наблюдатель не увидел бы никакого смещения плоскости колебаний. Но Земля вращается, и зритель тоже вращается вместе с Землей. Поэтому относительно зрителя плоскость колебания маятника будет все время поворачиваться в направлении противоположном движению планеты. Равного Фуко, чье имя увековечено на поясе Эйфелевой башни, трудно отыскать. Он внес выдающийся вклад в технологию фотографии и в создание телескопов, в анатомию и измерение скорости света, в теорию гироскопов и электромагнетизм. А умер, полный творческих надежд и планов, сорока восьми лет от роду. Фуко скончался от болезни, перед которой медицина беспомощна и в девятнадцатом веке, и в наши дни. Увы, даже сегодня человек гораздо больше знает об окружающем мире, чем о самом себе. Гордость музея – химическая лаборатория Лавуазье. Главным образом, благодаря ее славной и трагической истории. Причастные к лаборатории Антуан Лоран и Мари Анна были не только супругами, но сотрудниками и единомышленниками. После того, как над Парижем зазвучала лихая песенка «А, Сайра?» «Да, будет так, всех аристократов мы повесим», участь семьи Мари Анны Лавуазье была предрешена. После казни отца и мужа в злополучном 1794-м мадам Лавуазье оставили одну маленькую комнату, деревянную кровать, две старые фарфоровые вазы и три кресла. Химическая лаборатория, которая когда-то была одним из центров научной жизни Парижа, и где Мари Анна помогала мужу во всем, была описана и изъята. Потом лабораторию все-таки вернули, как и семейный портрет кисти Жака Луи Давида, в свое время учившего живописи мадам Лавуазье. Когда-то химическая лаборатория и полотно Давида дополняли друг друга. В апартаментах Лавуазье в малом арсенале рядом с Бастилией Их дом был гостеприимен для интеллектуалов дореволюционной Франции и зарубежья. Но, увы, жестокое время разлучило лабораторию и картину. Навсегда. Сегодня лаборатория находится в музее искусств и ремесел, картина в Метрополитен-музее, а дом Лавуазье был уничтожен в дни Парижской коммуны. На картине Давида приборы и посуда из химической лаборатории, газометр для хранения и измерения объемов газов, ртутный барометр и стеклянный колокол. У ног ученого поршень и большая колба с латунными кранами. Лежащая на столе рукопись его знаменитый трактат по элементарной химии, а на стуле слева от Марии Анны папка с ее же иллюстрациями к трактату. В центре научных интересов Лавуазье был воздух. И установление его состава стало величайшим знанием эпохи просвещений. В те времена по воздуху порхали, как райские птицы, нарядные мангольфьеры, розьеры и шарльеры. Но позже, в 1860-е годы, энтузиасты воздухоплавания объявили настоящую войну всем этим более легким, чем воздух-шариком. Во Франции даже было образовано общество сторонников аппаратов тяжелее воздуха во главе с писателем Жюлен Верном. В романе «Воздушный корабль» он писал, подобно тому, как человек стал повелителем морей, сначала с помощью весельного судна, а затем колесного или винтового парохода, он станет также и победителем воздушной стихии. С помощью аппаратов тяжелее воздуха, ибо надо быть тяжелее воздуха, чтобы стать сильнее его. Грядущее принадлежит летательным машинам. Воздух для них достаточно надежная опора. Мысль не нова. Когда-то ее сформулировал страстно влюбленный воздушные полеты Леонардо да Винчи. В первом воспоминании моего детства писал он «Кажется, будто ко мне, находящемуся в колыбели, явился коршун и многократно ласкал меня». Его проекты летающих машин, на века опередившие время, родом из детства. Его рисунки свободно парящих птиц и самолетов восхитительны. Леонардо вторит музейная экспозиция самолетов. По-французски «Авионов» из романа «Маятник Фуко». Они выступали метафорами знаний, трепетания насекомых и рептилий Мезозоя, архонты, извращенные эманации. Они пикировали на меня, целясь археоптериксовыми клювами. Аэропланы Бреге, Блерио, Эсно, геликоптер Дюфо. Здесь же парит авион инженера Климана Адера. Это многократно увеличенный недопыль. Летучая мышь в форму аэрочуда подсказал изобретателю кодекс о полете птиц, в котором Леонардо писал следующее. Птица есть действующий по математическому закону инструмент, сделать который в человеческой власти со всеми его движениями. Поэтому мы скажем, что построенному человеком инструменту не хватает лишь души птицы, которая в данном случае должна быть заменена душою человека. Увы, наделить изобретение душой невозможно. Многие артефакты музея при всем их изощренном умном устройстве нередко создавались или легко видоизменялись для воин, а не для мира. Для нанесения торпедных ударов, бомбардировок и воздушной разведки создавался авион Адера. На войну рассчитаны были пороховое производство Лавуазье и гироскоп Фуко, уже в девятнадцатом веке использовавшийся для стабилизации курса торпед. Но все же главное в многочисленных машинах и механизмах Парижского музея их мирное, творческое, созидательное предназначение. Во все времена они помогали человеку менять к лучшему облик планеты Земля, которая неуклонно движется вокруг собственной оси в мировом пространстве, несмотря ни на что. Спасибо. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok